На самом деле, в этом бизнесе куда больше работы один на один, чем групповой работы. Кто-то из вас уже начинает понимать это, а кто-то пока это еще не замечает. Но, скорее всего, вы в бизнесе еще недостаточно долго, чтобы до конца понять. Хотя у нас есть отличные семинары, все это воодушевление и мотивация, и хотя это все очень важно, подготовиться к изменениям на таких семинарах, они действительно могут влиять на жизни людей, но если это не подкрепить работой один на один, личным общением и контактам, когда чем лучше люди вас узнают, тем больше они хотят следовать за вами, а не меньше, не так уж и важно, какой эффективной была презентация. Самое главное обычно происходит после презентации, когда вы смотрите человеку в глаза и начинаете его слушать, стараясь понять, читая язык телодвижений, пытаясь повлиять на человека, продать ему, если хотите. Конечно, не в смысле, что вы будете много говорить, указывая, что человеку нужно делать. Напротив, спокойно пытаясь выяснить, чем мы можем помочь именно этому конкретному человеку. Может, они не уверены в бизнесе, или не уверены в себе, или не уверены во мне. Какие могут возникнуть трудности, и что нам понадобится, чтобы справиться с ними. И обычно трудности возникают как раз во время работы один на один, а не на больших мероприятиях. И хотя многие из нас хорошо развили свои навыки работы один на один, навыки общения с людьми, нам все так же важно продолжать создавать воодушевление и энтузиазм, праздновать успех и так далее. Так что нам нужно и то, и другое. Как-то в разговоре с моей дочерью Хизер, мы вместе с Нэнси, с ней разговаривали, она сказала, «Папа, тебе нужно снова выступить о том, что на все есть причины. У тебя же есть такое выступление». Кажется, люди начали забывать, что все, чему мы учим, мы учим не потому, что все это красиво звучит, или нам так хочется. Мы учим этому, потому что наш обширный жизненный опыт подтверждает, что все, что мы делаем, мы делаем неспроста. И еще, мы пробовали не делать то, о чем мы говорим, и тогда бизнес у нас не работал. Также мы пробовали делать что-то по-другому, и тогда наш бизнес работал не так хорошо. И знаете, какие-то вещи вам могут показаться очевидными, но со временем выяснилось, что очень мало из того, чему мы учим в Network 21, было с самого начала очевидным для нас, или являются очевидным для людей, которые знакомы с бизнесом только понаслышке. Почти все, что вы, возможно, считаете необходимым для построения этого бизнеса, почти все, что люди из традиционного бизнеса считают важным для построения этого бизнеса, на практике оказывается малозначимым. А что до большинства вещей, которые по-настоящему важны, большинство людей просто не замечают и не понимают, почему же они важны. И у нас с этим значительные трудности, хотя мы и говорим обо всем этом постоянно в нашей системе. Многие люди продолжают сопротивляться. И люди сопротивляются, потому что, как очень точно заметила Нэнси, это не очевидно. Это просто не очевидно. Просто, но не очевидно. И нам приходится уделять время и говорить о нюансах, обо всем том, что незаметно с первого взгляда, что практически невозможно обнаружить в одиночку, а только работая в команде. И знаете, очень много можно говорить о том, как ценно рассматривать трудности как вашего союзника, а не как противника, о том, что само по себе ценно работать в группе людей, объединенных общими целями, общими ценностями, о наших методах работы, о товарах, которые предлагает наш бизнес, и в конечном итоге о том, как отчаянно все мы, в том числе я, жаждем, чтобы нас ценили, чтобы мы были не безразличны другим. И другие вещи из этой же серии. Мы все думаем, что, ну не может же это быть настолько важно. Мы думаем, ну все, ладно, вот я обнял тебя, что тебе еще нужно, работай давай. Понимаете? И все же мы подсознательно понимаем, если мы что-то делаем искренне, спонтанно, искренне, постоянно, это получается по-настоящему хорошо. И об этом можно говорить по-всякому, но когда я вспоминаю последние 10, 20, 30 лет работы с лидерами, у нас было несчетное количество возможностей работать вместе как команда, вместе преодолевать препятствия. Я просто надеюсь, что вы обратите внимание и прочувствуете это уникальное ощущение единства и семьи, ощущение общей истории, которое нас объединяет. Ощущение, я бы даже сказал, борьбы, которое нас объединяет, результаты, которых мы добились, наш общий богатый опыт, про тот путь, который мы проделали за все эти годы, и, что, пожалуй, самое важное, это понимание, что сегодня мы стали лучше, чем были раньше. Ведь на самом деле о многом уже не нужно больше беспокоиться и заботиться. Нам не нужно беспокоиться, кто присоединится к нашей команде, а кто нет. Мы не беспокоимся, уверены ли мы в том, что мы делаем или не уверены. Ведь наши методы были протестированы на стольких рынках, в самых разных культурах, проверены на прочность самыми разными проблемами, условиями, обстоятельствами, различными технологиями, языками, политическими системами, разным руководством самой компании Amway, разными линейками товаров и разными бонусами. И среди всего этого шума, неразберихи, трудностей и сложностей, с которыми мы боролись последние 20-25 лет, как единая семья на этом 21 во всем мире, чем дольше мы работаем, тем больше мы стараемся все упростить, и тем больше мы убеждаемся, что те вещи, которым мы всегда учили, оказываются неизменно правильными. Есть в нашей истории совсем немного эпизодов, вспоминая, которые мы сказали бы, лучше бы мы этому не учили. Пожалуй, ни одного такого эпизода не было, но я инженер, поэтому не буду говорить об абсолютных вещах. Я не знаю, я не могу вспомнить ничего такого, чтобы мы сказали, что... что это такое могородие, что это за стратегия, что за глупость мы преподавали другим, просто не припоминая такого. И мы постоянно подкручивали, улучшали, что-то добавляли, что-то пытались упростить, искали недочеты, и где мы могли бы что-то добавить. Вы не представляете, сколько времени мы провели, обсуждая с лидерами трудности, с которыми нам доводилось сталкиваться, или когда мы обсуждали, что стоит добавить какое-то новое признание, новый значок или квалификацию на лидерскую встречу, или стоит ли нам подкорректировать жизненные признаки. Мы постоянно следим за всем этим и спрашиваем себя, мы на верном пути. Эти признаки, цифры, они эффективны. Есть что-то, над чем нужно поработать дополнительно. И у нас всегда возникало очень много идей, но мы всегда проверяли эти идеи нашей давней страстью к простоте. И некоторым из нас это дается с трудом, ведь некоторые стремятся к совершенству, чтобы все было идеально и по линеечке, ведь большинство людей становится тем менее эффективны, чем больше они получают информации. Чем больше мы все усложняем, даже если мы делаем все более справедливо, полным или идеальным, более совершенным, но если мы слишком много всего нагромоздим, что люди не будут уверены, с чего начать, тем самым мы неизбежно будем тормозить наш бизнес. Вы знаете, некоторые люди в нашей организации, особенно это характерно для новых лидеров, они начинают говорить, почему вы не делаете это или почему вы не делаете так. Уверяю вас, мы прислушиваемся, и я прислушиваюсь, но я вынужден это фильтровать. Я ведь не хочу пропустить, когда кто-то подойдет и скажет, «Знаете, у меня есть шикарная идея». Знаете, да, вы правы, нам стоит так делать. Или я об этом уже подумывал, и вы подтвердили мои догадки. Теперь я уверен, что нужно так поступать в этих вопросах. Это здорово. Нам очень нужен этот свежий взгляд. Этот свежий взгляд, новые идеи от поколения Y или поколения Z, или что там идет после Y. Нет, конечно, я знаю, что в алфавите Z идет после Y, просто не знаю, говорят ли уже о поколении Z или еще нет. Но так или иначе, нам нужно оставаться открытыми к новому. Нам нужно быть готовыми изменить наш подход, чтобы он соответствовал культуре и возрастной группе, которую мы хотим привлечь. Я отлично понимаю, что иногда то, как мы привыкли работать, я имею в виду, что когда мы сами начинали строить бизнес, обычным делом была презентация плана маркетинга на час-полтора. Тогда казалось, что столько времени и необходимо. Только 30-40 минут нужно было лишь для того, чтобы, так сказать, разогреть слушателей, чтобы они не разбежались сразу же. Просто тогда нам казалось, что нужно делать вот так. Но, опять же, это было, когда еще не было MTV, этого все ускоряющегося потока информации, новости, весь этот шум и неразбериха. И мы сами сейчас замечаем, что наши выступления и наши диски становятся все короче и короче. И, конечно, наши послания становятся проще. Мы стараемся избавиться от всего лишнего. Мы все это понимаем и осознаем. Но мы точно так же осознаем, что некоторые вещи, которые кажутся очевидными молодым людям в новом поколении, некоторые вещи мы даже и не думаем менять, потому что они касаются отношений между людьми, принципов лидерства и успеха, жизненных принципов, вопросов характера и развития личности, вопросов ответственности, дублирования и некоторых других. Поэтому нам необходимо соблюдать баланс между нашим многолетним опытом, тем, что работало, но, оказывается, работало недостаточно хорошо, и излишней уверенностью, которая может довести нас до того, что мы перестанем учиться, решим, что ничего не нужно менять, станем ископаемыми динозаврами, пополним ряды компаний, которые развалились из-за того, что в какой-то момент пошли не туда. То есть стали держаться того, что не является настоящим принципом, а что было всего лишь предрассудком. И, конечно, с возрастом и с опытом мы неизбежно обрастаем предрассудками, но они могут развиваться и дальше, став шорами, когда мы начинаем думать, что то, как мы это делаем, это единственный верный способ. Альтернативы невозможны в принципе. Я хочу, чтобы все знали, что как лидеры, и я говорю не только о нас с Нэнси, одна из причин, почему мы так много общаемся с Дэйвом и Джулс, и я уверен, это касается и Митчи, и Гидри, также Базилии и Леони, и их детей. Они тоже строят бизнес, и мы внимательно наблюдаем за тем, с чем сталкиваются они, за их опытом. И это помогает нам поддерживать соответствие нашей системы и наших инструментов, и наших наборов современным реалиям, людям, с которыми мы имеем дело. Мы таким образом корректируем наш имидж. Мы же не выходим в маски супергуру и не говорим, «Так, вы ничего не понимаете, мы все про все знаем, делайте, как мы говорим, или катитесь отсюда». Нет. И все же мы немного сопротивляемся новому, чтобы не меняться слишком быстро. Это тоже хорошо, ведь иначе нас бы просто шатало из стороны в сторону. И мы считаем, что простота, прозрачность и последовательность намного важнее, чем самые лучшие новые идеи. Последнее, что мы хотим, чтобы вы делали, это беспорядочно гонялись то за одной целью, то за другой. Мы разработали такую систему, если следовать ей на протяжении нескольких лет, потом можно будет оглянуться назад и сказать, «Да, на пути встречалось много разных привлекательно-блестящих вещей, и было бы очень соблазнительно погнаться за ними, но я рад, что придерживался фундаментальных принципов, и это помогло построить стабильную и растущую организацию». Мы не бросаемся из стороны в сторону каждый раз, когда в поле зрения оказывается что-то блестящее и привлекательное. Сегодня мы, как и раньше, уверены, что все держится на лидерстве. Может быть, я провожусь рядом с Джоном Максвеллом, но вот уже много лет я продолжаю убеждаться, что этот бизнес строится на лидерстве, на мышлении, страсти, видении, желании служить другим людям. Мы прикладываем очень много усилий по всему миру, чтобы подготовить всесторонне, насколько это можно, умы и сердца людей, которые возьмут эти товары, эти отличные бонусы, компанию и возможности, и эффективно воспользуются всем этим. Конечно, наша система разработана специально для бизнеса МВЭЙ, потому что все, кто обучает этой системе, построили бизнес МВЭЙ. И у нас тут создалась действительно уникальная и действенная атмосфера, где у нас есть не только проверенные принципы, которые можно применять и в других сферах жизни, но мы преподаем эти принципы специально для применения в бизнесе МВЭЙ. Другими словами, тут есть конкретные примеры, стратегии и вообще понимание того, как бизнес работает, понимание его уникальности. Более того, вся эта информация не только приспособлена специально для применения в нашем бизнесе, она преподносится профессионалами, людьми, которые начинали с нуля и добились значительных успехов. Так что мы тут наносим тройной удар. Всем, кто хочет расти как лидер, мы предлагаем проверенные принципы, работающие по всему миру, принципы, подогнанные конкретно под этот бизнес из первых рук, от людей, которые живут этим бизнесом. И как можно этим не восхищаться, как можно думать, что это не важно? Ведь в бизнесе МВЭЙ самое главное — это люди. Товары тут не самое главное. Да, эта компания производит одни из лучших товаров в сфере красоты и здоровья, и товары по уходу за домом. Эта компания предлагает возможность построения собственного бизнеса, бизнес, который будет независимым источником дохода, источником, которым люди смогут владеть. Вот и все. Мы компания, которая предлагает возможность собственного бизнеса. Нам это очень нравится. И все равно чего-то не хватает. С какой бы страстью мы ни говорили о товарах, о здоровье и о красоте, о защите окружающей среды, здоровом образе жизни, и всем том, о чем мы обычно говорим, мы выказываем бонусную таблицу, и люди восхищаются. Как здорово! Но все равно нам трудно передать суть того, что мы получаем в процессе построения бизнеса. Скорее даже не получаем, а как мы сами меняемся, пока строим бизнес. И мы понимаем, что мы бы никогда не присоединились к бизнесу ради того, чтобы измениться. Мы присоединились, чтобы что-то получить. Получить, что нам нужно, обычно это довольно простые вещи. Так что постарайтесь не упускать это из виду. Не стоит слишком увлекаться всем этим лидерством, о котором говорится на семинарах Network 21. Я понимаю, что это очень привлекательно, но все-таки, когда вы обращаетесь к кандидатам, то лучше просто показать им, как заработать немного денег. То есть с людьми нужно говорить на их языке. У вашего кандидата еще будет возможность узнать, что чем больше мы работаем над собой, чем больше работаем над своим характером, развиваем положительные черты и подавляем отрицательные, чем больше работаем над нашими комплексами и неуверенностью, страхами и эгоизмом, чем больше мы учимся быть открытыми и искренними, учимся служить другим людям, быть постоянными и целостными, осознаем свои негативные эмоции и так далее. Вы понимаете, о чем я. Я говорю о прозрачности и твердости характера, о человеке, с которым приятно и легко иметь дело, а не как это бывает с некоторыми, после общения с ними чувствуешь себя подавленным и уставшим. И, конечно, к делу нужно подходить профессионально, предоставлять факты, говорить о том, что необходимо для достижения успеха. Прошу вас, не нужно слишком сильно давить на людей, потому что некоторые из вас пытаются добиться от своей группы такой напряженной и интенсивной работы, какой готовы, возможно, лишь 2% людей. А все остальные, возможно, просто хотят дождаться конца недели, да и все, понимаете? Так что нужно знать, когда нужно включить рубильник, и когда выключить. И со всем этим нам нужно иметь дело на встречах. Я просто не хочу... Я знаю, что у нас тут много всего намешано, но я не хочу, чтобы кто-нибудь что-то упустил. Я не хочу, чтобы вы что-нибудь пропустили. И пока тут выступает Дэйв или еще кто-то, или Нейнс, или я, мы знаем, что многим из вас нужно поработать над тем, чтобы относиться как-то полегче, или я бы сказал, помягче, расширить немного свое поле зрения, и немного поменять отношения в кое-каких сферах. Потому что, возможно, это как раз то, что не позволяет вам удерживать, привлекать и удерживать людей. И все же многим из вас нужно просто взяться за работу. Нужно разобраться, что же не дает вам просто встать и взяться за работу. А кому-то из вас скорее подойдет совет работать умнее, а не просто усерднее. Но проблема в том, что я не знаю, что именно нужно каждому из вас. Мы не знаем, что это конкретно, но мы знаем, что вариантов не так уж и много. И мы знаем, что это за варианты. И думая об этом, я начал кое-что записывать. И первое, что я записал, это четыре сферы. Посмотрим, как мне получится рассмотреть сегодня все четыре. Я записал эти четыре сферы просто как ориентир для выступления. Итак, первое. Это все, что касается мечты, целей и ожидания. Всего четыре сферы. Не буду говорить вам сразу, какие четыре сферы, потому что, наверное, получится все равно больше, чем четыре. Но они будут достаточно важными. И я просто хочу посмотреть, согласитесь ли вы со мной. Мечты, цели и ожидания. Рано или поздно вы поймете, что на каком-то этапе построения бизнеса вам нужно определиться с тем, чего вы хотите. Определиться, куда вы направляетесь. Нужно разработать план. Понимать силу поставленных целей, понимать силу ожиданий и научиться иметь разумные ожидания. Есть столько всего, с чем необходимо иметь дело. Для многих людей это слабое место. Вторая сфера, которую я записал, это отношения. Отношения, вера и приверженность. Это касается внутреннего мира, психологии, того, как вы думаете. Это ваше отношение к событиям, отношение к людям, то, как вы справляетесь с конфликтами, как реагируете на новые возможности, как вы относитесь к успеху и к неудачам. Отношения — это огромная тема, которая так или иначе затрагивается на всех дисках и во всех книгах по успеху. Отношения — это очень важно, это очень большая тема. Вера — это также большая тема, ведь это касается того, что такое бизнес и как вы его видите. Если уж бизнес растет и рушится не на лидерстве, то наверняка он растет и рушится на вере. Если человек верит, что бизнес работает, то ему будет легко взяться за дело. А если человек не взялся за работу, то, скорее всего, это значит, что он не уверен, что усилия принесут результаты. Ведь никто не хочет упорно работать и только надеяться на хорошие результаты. Так что ваша вера в бизнес и в самого себя могут оказаться решающими, в том, ухватитесь ли вы за эту возможность и воспользуетесь ли ею, или просто поговорите и не будете ничего делать. Обычно все дело в вере или приверженности. Это другая сторона того же вопроса. Это не то же самое. Приверженность — это вера плюс действие. Так что приверженность — это тема более общая. Отношения, вера, приверженность. Для некоторых людей это тоже трудная тема. То, над чем стоит особенно поработать. Я думаю, что вам тоже стоит над этим поработать. Я бы хотел об этом немного поговорить. У меня есть несколько вещей, о которых я бы хотел поговорить. Есть одна еще большая тема, которую я записал под заголовком «Отношения, общение и лидерство». У вас может быть отличное отношение. Вы можете верить в бизнес. Не иметь совершенно никаких сомнений. Вы можете быть абсолютно привержены. У вас может быть мечта, у вас может быть цель, у вас могут быть правильные ожидания. Но если у вас не будет необходимых навыков, не будет правильных мотивов и правильного понимания лидерства, людей, отношений и принципов общения, все может пойти на смарку. Вот почему иногда смотришь на человека, он так много работает, кажется, все неплохо получается, и задаешься вопросом, почему же бизнес у них не растет. Возможно, что-то происходит в отношениях, на что стоит обратить внимание. Конечно, это не значит, что если вы не добьетесь такого-то уровня, как кто-то, на кого вы действительно равняетесь, то у вас ничего не получится. Но если вы не будете хотя бы постепенно работать над собой, скорее всего, и ваш бизнес значительно не вырастет. И мы идем небольшими шагами, стараясь с каждым шагом становиться немного лучше. И последнее, что я записал, я все равно думал, что мое время выйдет, прежде чем я доберусь до этого пункта, это навыки. Я записал просто навыки, действия и принципы, потому что, когда мы разберемся с тем, чтобы хорошо обращаться с людьми, разберемся с мечтами, целями, правильным отношением и верой, поработаем над всем этим, после всего этого есть определенные навыки, которые необходимо развить и усвоить, и следовать некоторым принципам. У некоторых людей есть вера, прекрасные отношения, неплохие навыки работы с людьми, но этого недостаточно. Некоторые просто недостаточно работают. А если работают и достаточно, то, возможно, придерживаются неправильных принципов. Или они не усвоили основные навыки, необходимые в этом бизнесе, или работают упорно, но не слишком разумно, или работают неправильно и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю? Надеюсь, я никого этим не расстроил. Я просто говорю, что у нас есть очень много тем для разговора. Можно говорить днями, написать книги, записать очень много дисков. Но на данный момент моя задача — это помочь вам всем указать на то, в чем может быть проблема. У вас и так уже все есть. У вас есть все. Пока я тут выступаю, может быть, я и укажу на что-то, или вы на что-то особенно обратите внимание. Но раз вы квалифицировались на эту встречу, значит, вы знаете уже довольно много. И вам пока что трудно понять, почему бриллианты так радуются тому, что в этом зале столько людей. И вам трудно представить и понять, почему в этом зале столько людей. И это может помочь вам построить очень большой бизнес. Мы по опыту знаем, что вы, кто попал на эту квалификационную встречу, сделали уже достаточно много и продемонстрировали, что можете построить большой бизнес, если не собьетесь с пути. Из людей в вашей группе найдите одного, кто повторит то, что уже сделали вы, а тем временем сами продолжайте работать. Этот элемент бизнеса, строительный блок, это большая сила. Это приглашение на встречу для управляющих лидер-клубов или квалификация, обожзанная признаком. Зачем мы так делаем? У управляющего лидер-клуба должно быть 20 и более человек в трех командах. Но иногда их структура выглядит иначе. У них может быть, например, 30 человек в двух командах, а иногда 10 человек в четырех командах, а иногда 10 человек в двух командах, еще три пустые команды. Ведь управляющий лидер-клуб — это комплекс признаков. Это и товарооборот, и жизненные признаки такого бизнеса, который движется вперед. И товарооборот — это важная часть. У нас три викинг-семинара в год. Еще много лет назад мы поняли, что начинать нужно, представляя конечную цель. Нужно знать, куда направляешься. Представлять, как выглядит хорошая, крепкая структура. И так мы поняли, что необходимы квалификационные встречи. Мы спросили себя, как бы выглядел хороший платиновый бизнес, а это бизнес, в котором три или четыре сильных ноги на фронте и по три или четыре сильных ноги в глубине. И если основа — это кто-то с тремя или четырьмя активными командами, например, каждая из этих ног будут читающие по 15 планов в месяц, и, возможно, всего там будет 20 человек на викинг-семинаре. Можете представить, каким будет бизнес, в котором целых три таких ноги. И мы назвали это «управляющий платиновый». Это отличный бизнес. И если это отличный бизнес, зачем разбирать этот прекрасный бизнес на кусочки, на элементы, из которых вы складываете? Эти элементы — это вы. Вот почему вы квалифицировались на эту встречу. Но если вы здесь, но вы еще не до конца построили управляющий лидер-клуб, возможно, от того, что вы недавно в бизнесе, и у вас просто не было еще времени сделать все и правильно, и полностью соответствовать по всем жизненным признакам, то вы можете это довести до конца, когда выйдете с семинаром, например, в ближайший месяц. На самом деле, квалификационная встреча — это важное событие. Мы придаем им очень большое значение. А вы? Какое значение придаёте этим встречам вы? Вы уже добились этого уровня. А что же дальше? Ну, пока я спрашиваю со сцены, вы, конечно, скажете, что придаёте этим встречам большое значение. Но вы на самом деле воспользуетесь этим семинаром. Передадите это воодушевление дальше, чтобы новые люди могли квалифицироваться на этот семинар. И тогда вы уже начинаете верить, что эта квалификационная встреча — это что-то важное. Это примерно то же самое, что верить в концепцию управляющего лидер-клуба. Это даёт вам на чём фокусироваться между уикенд-семинарами. И если попасть на встречу 20+, это хорошо, разве не лучше будет постараться, чтобы трое людей из вашей команды попали на встречу 20+. Мне кажется, это было бы хорошей следующей цели. Может быть, стоит поставить эту цель не непосредственно на следующий семинар, но может уже сейчас начать двигаться к тому, чтобы привести своих партнёров на такую встречу. И когда вы начнёте над этим задумываться, вы скоро поймёте, если остаток жизни вы проведёте с этими тремя командами, вы не заработаете столько денег, сколько могли бы. В какой-то момент вам нужно будет научиться добавлять новые команды в промежутки между семинарами, и будете стремиться к тому, чтобы на уикенд привести уже 6 команд. Если вам такая идея нравится, то попробуйте представить себе, каково это будет иметь 6 команд, каждая из которых будет больше 100 человек. Вы скажете, «Ну, это чересчур, я такими числами не умею думать». Хорошо, хорошо, стоп. Забыли, что я только что сказал. Давайте вернёмся к тому, чтобы иметь 4 команды, в каждой из которых будет 10 человек на семинаре. И вы таким образом будете 45+. «О, это же совсем неплохо». Да, это неплохо, потому что 4 активные команды это лучше, чем 3, а 5 и 6 активных команд это лучше, чем 3 или 4. Значит ли это, что 20 тоже лучше? Нет, нет. Такого я не говорил. 2, 1 и 2. Это не так хорошо. 30 — это не настолько эффективно. Если бы мы знали, что это реально справиться с 30, и мы же знаем, что так можно заработать много денег, мы бы учили вас строить 30 команд. Но из своего опыта мы знаем, что работать одновременно в 30 командах и при этом делать это качественно слишком сложно. Поэтому есть конкретные цифры, и мы всегда вам говорим об этом. Что хорошо в бизнесе МВА, это то, что тут есть определенные показатели, на которые можно рассчитывать, по которым можно точно ориентироваться, но и есть плохая новость. Только с двумя ногами в бизнесе МВА много не заработаешь. Смиритесь с этим, ладно? И мы не говорим, чтобы у вас не было какого-то товара оборота сбоку. Наоборот, мы говорим, что стоит иметь какой-то оборот сбоку. Мы не хотим отнимать у вас ваш доход. Мы хотим иметь с вами доброе отношение, чтобы вы когда-то сказали, как здорово, что Джим посоветовал мне иметь немного баллов сбоку, потому что это помогает мне зарабатывать больше денег. Не пытайтесь стать изумрудом только с тремя ногами и больше ничем. Вам такое не понравится. Ничего особенного в том, чтобы иметь на фронте кого-то еще, когда основное внимание вы уделяете двум или трем командам. Так что только две это недостаточно. Вот вам плохие новости. А хорошие новости это то, что 100 ног вам и не нужно. Есть конкретная цифра. И вы не станете бриллиантом, заспонсировав лишь шестерых. Я не знаю ни одного человека, кому бы это удалось. Я не говорю, что у вас это не получится. Вы можете попробовать. Но я не знаю ни одного человека, кому бы это удалось. Это вроде как плохие новости. Придется заспонсировать больше, чем шесть человек. Ну, вот. А я-то думал, что сейчас шестерых затащу и дело сделано. Нет. Придется найти больше, чем шестерых. И как минимум шесть на фронте. Невозможно стать бриллиантом, имея менее, чем шесть человек на фронте. Вы когда-нибудь об этом задумывались? Смиритесь с этим. И пока я строю шесть ног, на самом деле нужно построить... Нет, 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 я не об этом. Я не говорил, что вам нужно построить только шесть. Обязательно проконсультируйтесь с вашей верхней линией. Я лишь сказал, что вы не станете бриллиантом, пока рано или поздно у вас не будет как минимум шесть ног. Ну и снова плохие новости. Это не получится сделать, пригласив в бизнес только два или три человека. но и сотни приглашать лично тоже необязательно. Я не знаю ни одного бриллианта, который, чтобы стать бриллиантом, лично заспонсировал сотни и сотни человек. Вам не обязательно спонсировать сотни, но вам нужно заспонсировать больше, чем двух, и, скорее всего, больше, чем шестерых. Есть конкретная цифра. В этом бизнесе есть отличные показатели. Они, пожалуй, немного выше, чем бы вам хотелось, но они все-таки ниже, чем они могли бы быть. Они такие, какие есть, и все, кто это понимают, используют их. И мы просто берем и строим бизнес. И кто работает с правильным отношением и вместе с правильными людьми, обычно добивается результата. Это вам не квантовая физика, совсем нет. Как вы думаете, если человек считает по 15 или 30 планов в месяц, квалифицируется на встречи и помогает другим квалифицироваться на такие встречи, и ни копейка больше, между прочим. Если вы славный малый и модно одеты, за это вам платить не будут. Если вы работаете особенно много и хорошо выглядите при этом, вам за это тоже не заплатят. Вам заплатят за проделанную работу. И не надо принимать это на свой счет. Если вы начнете больше думать о конечной цели, вы можете задать себе вопрос, из чего же строится бизнес? Бизнес строится из блоков под названием лидер-клуб и управляющий лидер-клуб. Что такое управляющий лидер-клуб? Это несколько ног лидер-клубов, которые уже на пути к квалификации управляющего лидер-клуба, и далее к серебряному, и, конечно, в итоге платиному. Я расскажу об этом подробнее, если у меня останется достаточно времени. Вот такой вам приблизительный план действий, ведь вам нужно работать не только над своим товарооборотом, но и над структурой. Все как в природе. Нужно очень много работать, сначала сеять, потом поливать, потом носить удобрения, и урожай можно собирать уже после. Сеешь весной, а урожай только осенью. И вот что хорошо в этих квалификационных встречах, мы можем собирать урожай каждые 3-4 месяца. Иногда урожай — это возможность попасть на небольшие специальные встречи, или возможность сидеть на первом ряду, или с кем-то сфотографироваться, получить значок. И такие вознаграждения тоже важны, не только деньги. Такие вознаграждения иногда так же ценны, как и бонусы. Деньги можно заработать многими способами, но нечасто предоставляется возможность чувствовать себя кем-то, чувствовать, что что-то значишь, подаешь другим пример, вдохновляешь других. Не часто появляется возможность поднять свою самооценку и уверенность в себе, и каждые несколько месяцев мы проводим эти мероприятия, где можно принять решение сделать что-то со своей жизнью. И туда, в этот узкий круг, можно приводить новых людей, и в один прекрасный день они могут начать зарабатывать. У нас много разных и эффективных семинаров, но они будут эффективны, только если вы воспользуетесь ими. Откуда людям знать, что они хотят попасть на квалификационную встречу? Ведь некоторые люди даже не знают о существовании квалификационных встреч. Откуда новичку знать, на какую встречу он хочет попасть? Это наша забота. Мы должны думать об этом. Так что мечты, цели и ожидания это первое, о чем я бы хотел поговорить с вами. И все, что я хочу сказать, так это то, что для людей это не простая тема. Давайте не будем забывать, что это не простая тема. Мечта. Некоторых возможность мечтать просто пугает. Это трудно. Мечтать может быть даже привычкой, но они перестали мечтать, зачастую из самозащиты. Иногда люди не хотят мечтать, может быть, из-за чувства вины, как будто это плохо, желать больше. Они считают, что или духовность, или успех и богатство. Но одновременно иметь и то, и другое невозможно. Не будем винить людей за это. Ведь есть люди, которые стремились к богатству, и это дошло до крайности и стало вредным, разрушительным. Ведь стремление к чему угодно может стать вредным. Жажда удовольствия, жажда богатства и власти. Все это может принимать ужасные формы. И все же успешные люди, у которых есть власть и богатство, совсем не обязательно несчастные или плохие люди. Все зависит от того, какие у них приоритеты. Все зависит от того, какая у них система ценностей. То есть это много от чего зависит. Но для человека его чувство вины совершенно реальное. Нужно просто иметь это в виду, потому что для многих людей, если вы будете говорить о стремлении к большему, все ваши слова могут быть напрасны, ведь система ценностей этих людей такова, что они убеждены. Чем они беднее, тем они благороднее. Я думаю, тут стоит отличать одно от другого. Правильные ценности, правильные жизненные приоритеты не всегда напрямую связаны с тем, устроитесь ли вы на работу, повысят ли вас. Разве кто-то назовет человека меркантильным или алчным, если его повысят по службе, или если он получит второе высшее образование. Я считаю, что работа над собой, инвестирование в акции и недвижимость, чтобы создать какую-то подушку финансовой безопасности для своей семьи, это не жадность и не меркантильность. Мы ищем финансовой стабильности, потому что это ответственная и разумная цель в обществе, в которой многое основано на деньгах. Если вы начинаете строить бизнес, чтобы улучшить свои доходы, создать для себя какой-то запасной вариант и помочь другим сделать то же самое, при этом пользуясь отличными товарами и все такое прочее, было бы глупо чувствовать себя виновата или еще как-то плохо только из-за этого. И тем не менее, нам приходится сталкиваться с такими чувствами у других людей, и нам нужно понимать, что мы иногда идем против их чувств. Поэтому будьте внимательны, как вы говорите об этом, потому что есть много способов заинтересовать людей и при этом не показывая им ничего яркого и блестящего, что могло бы их оттолкнуть. И у людей бывают такие мечты, которые мало связаны с деньгами или со свободой, с количеством свободного времени, со всем тем, о чем мы так много и так часто рассказываем. А что, если бы вы зарабатывали столько же денег, сколько сегодня, но делали это благодаря бизнесу, вашему собственному бизнесу, который бы вам дал немного больше свободы и возможность каждый день делать что-то, что вы в сегодняшних условиях не можете себе позволить. Я просто хочу еще раз напомнить тем из вас, кто недавно в бизнесе, что мы так много говорим о дополнительных деньгах и времени, потому что бизнес может дать их. Например, когда мы с Нэнси стали зарабатывать в этом бизнесе и стали платиновыми, мы не купили Мерседес, но я уволился с работы. Я вовсе не говорю, что люди должны мечтать о том, чтобы уволиться с работы. Просто я использовал заработанные деньги так, чтобы проводить больше времени дома, чтобы быть хозяином собственной жизни. Я тратил деньги не на то, чтобы накупить разных вещей. Потому что я бы с большим удовольствием прожил жизнь как платиновый основатель, работая в этом бизнесе, а не работая инженером, потому что я мог бы зарабатывать столько же денег и ходить не на работу, а на маркетинг-планы и раз в год в поездки от компании. Насколько я понимаю, это отличная карьера. Но вряд ли такого человека можно назвать неудачником. Совсем нет. У людей страхи. Это еще одна причина, почему они не мечтают. А вдруг у меня не получится? Это расстраивает и опустошает. Многие люди мечтают, потому что не похоже, что их мечты когда-нибудь сбудутся. Ведь нет никакого удовольствия думать о чем-то и понимать, что никогда этого не получишь. Так что мы должны быть терпеливы. Надо позволить мечтам, так сказать, проснуться и окрепно. Для начала позволить человеку попасть в обстановку, где другие люди мечтают и говорят о том, что они боялись мечтать. Начинать мечтать с небольших вещей. Или даже использовать другое слово. Это странно, но с некоторыми людьми лучше не произносить слово мечта. С такими нужно говорить о причине, по которой они строят бизнес. Но я еще раз хочу сказать, раз вы лидер, то этот вопрос вы должны задавать не только себе, зачем вы этим занимаетесь. Этот вопрос нужно задавать и людям в вашей команде. Не только помочь им разобраться, зачем они это делают. Но разве вы и хотели бы знать, зачем они это делают? Наверное, вы сможете стать лучшим лидером, если будете знать, зачем они это делают. Разве не будет разумно выяснить, чего хотят люди? Чего они, может быть, смогут получить в этом бизнесе, чего они, может быть, не смогут получить больше нигде? Даже если это кому-то может показаться мелочью, может, женщина-домохозяйка хочет чем-то заняться. Или наоборот, больше времени проводить дома, пока дети не выросли. Или это может быть более удобный и просторный дом для семьи, или это немного дополнительных денег, чтобы поддержать престарелых родителей. Есть миллион разных дел, которые становятся доступны с относительно небольшими дополнительными деньгами. Это и есть мечта. Не обязательно это должна быть Феррари, не обязательно посланник короля. В любом случае, этого уровня достигнут не так уж и много людей. Так что, если кто-то не достигнет, не значит, что они неудачники. Итак, мечты. Задать себе вопрос, как у вас с этим дела? Ну, с этим вопросом будет разобраться нетрудно. Будьте более чувствительны, более внимательны. Это одна из наших самых важных ролей. Мы не только намеренно помогаем людям приободриться, снова начать мечтать, обновить ожидания, но нам нужно быть внимательными, чтобы ничего не испортить, как клятва Гиппократа. Во-первых, не навреди. Ведь это первая заповедь врача. Не навреди. Откуда это взялось? Почему? Это самое первое для человека, занятого исцелением. Во-первых, не навреди. Потому что, понимаем мы это или нет, мы часто оказываемся в положении, когда мы можем намеренно или нет навредить, и даже не заметить этого. Конечно, мы помогаем строить мечты, но нам нужно быть осторожными, чтобы нам самим не стать разрушителями мечты. Вы скажете, с чего это я стану разрушителем мечты? Неосознанно. Иногда мы становимся разрушителями мечты, потому что забываем, что за нами наблюдают. Знаете, иногда достаточно увидеть свою верхнюю линию в депрессии, и это уже рушит мечту. Видеть, как твоя верхняя линия говорит одно, а делает другое, рушит мечту. Вы пытаетесь быть лидером, которому люди доверяют и за которым следуют, и вдруг они видят что-то совсем не увязывающееся с образом человека, которому они готовы доверять. Это разрушает мечту. Они начинают от вас отдаляться. И знаете, довольно непросто строить бизнес, когда вы отстраняетесь от своей верхней линии и не доверяете ей. Вы можете разрушить чью-то мечту и тем, что, возможно, вы на некоторые вещи просто не обратите внимания. Так что просто имейте в виду, за вами наблюдают. Это не значит, что вы должны что-то покупать, или пытаться как-то выделиться. Не значит, что нужно тратить деньги, которых у вас еще нет. Это отдельная тема, и, возможно, мы об этом еще поговорим. И, конечно, мы об этом очень много говорим с бриллиантами и изумрудами. Мы поддерживаем изумрудов и бриллиантов, если они хотят что-то купить. Это их бизнес и их жизнь. Но не думайте, что вам нужно покупать BMW, Mercedes или Rolex, только чтобы впечатлить свою нижнюю линию. Мы не хотим заставлять никого тратить деньги так, как это будет неправильно для семьи и личных финансов, только чтобы доказать кому-то, что бизнес работает. Да, бизнес работает. Если у человека значок изумруда, Amway выплачивает ему положенные бонусы. Даже не сомневайтесь. Если они на что-то тратят свои деньги, не беспокойтесь об этом, это их жизнь. Тут стоит поговорить о том, что я называю управление ожиданиями. Я много об этом говорю, но сегодня я затрону лишь вскользь. Во-первых, это часто случается, и нужно быть осторожным. Не нужно слишком много ожидать новому человеку. Нужно управлять ожиданиями. Нужно обязательно убедиться, что люди поняли, что в этом бизнесе возможно, и при этом они, конечно, должны понимать, что для этого потребуется проделать соответствующий объем работы. И одни люди работают более эффективно, другие менее эффективно, так что дело не только в количестве потраченного времени, но все равно есть баланс между затраченным временем и усилиями, и вознаграждением. Если просто подписать контракт, само по себе ничего не произойдет. И будьте осторожны, не создавайте впечатление, что у нового человека есть право на что-то большее, чем предусмотрено планом вознаграждения МВИ. Это особенно важно, когда мы работаем с командным подходом. Ведь иногда мы с новым человеком говорим о страхе потери, что пока он сидит и ничего не делает, команда продолжает работать, расти в глубину. Так что будьте осторожны, чтобы новый человек не подумал, что вы будете это делать за него. И знаете, когда пройдет несколько недель, и ваш новый партнер еще не заработал кучу денег, он может начать обвинять вас, МВИ, и все бросит. Хотя тут ничего нет удивительного, потому что этот человек и так ничего не делал. После него были неверные ожидания. Его заставили поверить, что тут можно что-то получить за просто так. А это не очень-то разумно. И, конечно, известно, что мы все учимся правильно запускать новых людей. Мы не говорим слишком много о том, что мы дадим им. Мы больше говорим о том, как мы можем помочь человеку стать лидер-клубом, или как поможем ему читать по 15 планов в месяц, проводить встречи. Мы сеем это зерно владения собственным бизнесом, ответственности за свои собственные результаты, а не зерно «мы все сделаем за вас, вам не нужно ничем жертвовать». Этому люди все равно не поверят. То же самое и относительно затраты прибыли. Можно целый день говорить о том, на что в этом бизнесе нужно тратить деньги. Но нельзя игнорировать возможные прибыли. Не должно быть так, что тут только сплошные затраты и нет заработка. Это важный вопрос. И нельзя фокусироваться только на прибыли, потому что с некоторыми товарами может стоить дать людям попробовать товар какого-то, например, протеиновый батончик, не гоняясь за прибылью с каждой единицей товара. Вы лидеры, поэтому вам необходимо постоянно учиться. Я тут пытаюсь просто набросать большую картинку, быть в нужном месте в нужное время с нужными людьми. Но нужно иметь в виду финансовое состояние этого человека. Если у него высокие доходы, он привык инвестировать, тот, кого мы называем опытным инвестором. Так что нужен баланс. Мы не говорим, что тут не нужно инвестировать, но и о прибыли тоже не нужно забывать, потому что в конечном итоге, если человек зарабатывает, он обычно остается довольным и остается надолго. А если человек только тратит и ничего не зарабатывает, то навряд ли так будет продолжаться вечно. Вот почему ширина так же важна, как и глубина, потому что так устроен маркетинг в OneMV. Нравится вам это или нет? Вам платят за количество ног и созданный товарооборот. А не только за товарооборот. Поэтому это всегда нужно иметь в виду. И признание в нашей системе мы создаем, учитывая это, чтобы у людей была не только одна большая нога или только две, но как минимум три. Потому что слишком много бонусов от компании M-Way недоступны, пока нет как минимум трех ног. И некоторые из этих бонусов оказываются минимальными, если кроме этих трех основных ног у вас нет какого-то товарооборота сбоку. И мы хотим, чтобы вы всегда это имели в виду и контролировали ожидания. Я тут записал, и на эту тему можно провести целый семинар. Не обещайте лишнего, и не нужно слишком защищать людей. В каком смысле слишком защищать? Например, я сделаю это за вас, я заплачу за вас, или я вам это куплю, или я сделаю для вас вот это, и все потому, что мы хотим, чтобы этот человек остался с нами. Да. Иногда нужно давать что-то взаймы, но будьте внимательны, как это выглядит. Если вы пытаетесь защитить человека от всего, если имеют место слабость и страх, тогда мы воспитываем неправильные ценности, неправильные отношения и неправильное мышление. Вы создаете впечатление, что это они нужны вам, вы от них зависите, что это они помогут вам заработать, а не вы поможете им заработать. Это не развитие лидера, не помощь, а создание группы зависимых последователей. Людей, которые собирают крошки с вашего стола, бесплатные диски, бесплатное еще что-то. И обычно у таких людей результаты не улучшаются, а ухудшаются. Так мы ограничиваем людей. Так что не нужно излишне защищать людей. Но немного защищать надо. Защищать от путаницы. Защищать от вредного влияния и от перекрещивания. Защищать в том числе и от неправильных ожиданий. Да, много чего нужно защищать людей. Но не нужно защищать их от работы и от того, что за все нужно платить. Не стоит слишком усложнять, это тоже важный момент. Многие допускают эту ошибку. Вы рассказываете им слишком много и слишком быстро. Кажется, Дэк будет выступать на эту тему. Осторожно. И все будет просто, не нужно усложнять. Вначале им не нужно знать все, что надо знать, для того, чтобы стать платинами. Да и вам, присутствующим на этой встрече, тоже не надо. Вам нужно знать, как сделать следующий шаг. Вы попали на квалификационную встречу. Что дальше? Вы начнете строить новую ногу. Вы подключите еще 10 человек из личного списка. Вы... Что вы будете делать? Как вам дойти до следующего уровня? Вам не нужно знать все, что делать после этого следующего шага. И это не потому, что это секрет. Секретов нет. Это как в моем примере, когда человек учится играть на пианино. Какой смысл разбирать концерт Бетховена, когда только начинаешь учиться? В этом не будет никакого смысла. Потому что разбирать ноты и учиться играть нужно шаг за шагом, не перескакивая. Вначале это будет просто слишком сложно. Если вы посмотрите сразу на все, на все шаги, может, вы даже не захотите начинать, потому что все покажется слишком сложным, и вы бы не хотели заниматься чем-то настолько сложным. И такое иногда случается, когда мы смотрим на бриллиантов, людей, которые занимаются этим уже несколько десятков лет, и думаем, ну, я-то, наверное, так далеко не смогу зайти. Но на самом деле, когда мы только начинали, то все получалось плохо, и, возможно, хуже, чем вы себе можете представить. Еще не принимайте все близко к сердцу. Это тоже часто случается. Слишком много эмоций, когда это неуместно. Принимаем все слишком близко к сердцу. И когда кто-то делает что-то немного не по системе, и вы уже тра-та-та-та-та-та-та, получаете целый семинар, читаете. Или принимать близко к сердцу, когда что-то не получается, кто-то бросает бизнес, что-то не получается, и сразу эмоции, это конец. Я все бросаю, бизнес не работает, и все такое. Эй-эй-эй-эй-эй, спокойнее. Все нормально, ничего страшного, этот бизнес не такой уж и хрупкий. Как только люди узнают немного больше, создадутся какие-то отношения, им понравятся товары, послушают несколько дисков, сходят на пару семинаров, это поразительно, каким стабильным и сильным может быть этот бизнес. Да, большинство все бросают, но те, кто остаются, это поразительно, насколько это может быть стабильным, поразительно стабильным. Пусть это вас немного приободрит. Постройте группу побольше. Если у вас в группе 20 человек, может быть, только двое из них надежные. Я не знаю, может, шестеро, может, двенадцатеро. Добавьте еще 20 человек, и у вас уже будет 14 более или менее надежных. Это игра чисел. Из большего числа людей в группе попадаются люди, которые поразительно стабильны и привержены, и постоянно, и так далее. Вы бы хотели, чтобы все были такими, но так не бывает. А может быть, у вас пока еще ни одного такого надежного нет. Может, если они каждую секунду не читают планы, не делают деньги, вы названиваете им каждые 15 минут, не вышли ли они. Это странно, но некоторые люди работают меньше, если я начинаю им звонить. И мне очень нравятся те, которые возвращаются снова и снова. Они вроде бы и не растут, но все-таки растут. Просто их роста пока еще не видно. Ооо, чего у нас тут только не встретишь. Так, это о чем? Они говорят, что цели. Ладно, к этому вернемся позже. Но вы же знаете, что такое цели. Думаю, у вас есть цели по товарообороту, по количеству новых людей. Может быть, цели по прибыли. Если уж не по прибыли, то хотя бы по структуре. Какие бы цели вы себе не ставили, надеюсь, они всегда включают подключение новых людей из личного списка. Из личного списка, и еще зачастую добавление новых ног. Не знаю, хватит ли мне сегодня времени поговорить об этом, но я надеюсь, что вы не только работаете в своей группе менеджером, пытаясь удержать то, что есть, но вы идете вперед как лидер, поддерживаете рост. Это очень важная и большая тема. Так, что тут я еще записал? Отношения, вера, приверженность. Что касается этой сферы, я поделюсь только одной мыслью. Проблема с утратой веры обычно в том, что вы не замечаете, что утратили веру. Другими словами, мы хотя и знаем, что одни люди верят больше, другие меньше, это такая неоднозначная тема, что невозможно приложить линейку и сказать, вот этот верит, а вот этот нет. Но знаете, если вы полны энергии и работаете, это обычно от того, что вы верите, что ваши усилия будут вознаграждены. И вот еще что. Когда вы верите, вы как будто в броне. Неважно, что происходит, вы способны фокусироваться на цели, а не на том, что происходит на пути к цели. Я знаю, что иногда, чтобы раздобыть веру, нужно просто взяться за работу. Как будто у вас уже есть вера. Иногда нужно просто взять и показать много-много планов. Ничто не вселяет веру в меня быстрее, чем показ планов. Не знаю, почему так. Даже если мне говорят «нет», каждый раз, когда я показываю план, я спонсирую сам себя. Да, план очень логичный и разумный, и я просто не знаю, как можно показывать план и не вдохновляться снова и снова тем, какой это замечательный бизнес. Но как измерять веру? Это очень похоже на ватер-линию на борту судна. Сколько нужно веры? Я не знаю. Достаточно, чтобы преодолеть страх, разочарование, недостаток дисциплины и так далее. Достаточно, чтобы вы работали эффективно. Почему я думаю, Дэйв и Джулс настолько непреклонны? И не важно, что они говорят, какую технику применяют. Важно то, что видно. Они полностью уверены в том, что это работает. Они знают, куда идут, и кого-то они возьмут с собой. И мне кажется, что некоторые люди и половины не понимают, что им говорят, но они понимают, что будет просто неразумно отстать от этих людей. Ведь они движутся так быстро, что у вас даже не остается времени подумать. А только понять, что если не вы, то они найдут кого-то другого. Они не говорят этого. Это и не обязательно. Но это чувствуется. Я знаю, что многие из вас строят бизнес так же. Я недавно слушал диск с записью Тамсин Сава. Его только что выпустили. И я спрашиваю себя, откуда такая уверенность всего в 21 год? Это поразительно. Уверенная, молодая, свежая, идет к своей цели. Я думаю, что когда люди слушают ее диск, никто не замечает, сколько ей лет. Это и не важно. Все равно, на каком она уровне, или какая у нее фамилия. Это все ни при чем. Все просто. Она верит, что это работает. Она привержена бизнесу. И даже 30 секунд, проведенных рядом с ней, будет много, чтобы понять, надо запрыгивать на этот поезд, пока он еще не ушел. Не знаю, куда он идет, но куда-то уж точно идет, и я туда хочу. Знаете, это... Это непередаваемо и очень сильно. И, конечно, вы показываете планы, вера растет, и эта разница чувствуется, если человек наверняка знает, куда он идет, если он лишь пытается что-то сделать. Вот почему мы всегда говорим, что сомнение и нерешительность — это одни из главных врагов бизнеса. И когда люди начинают сомневаться, они перестают что-нибудь делать. И, поймите меня правильно, когда мы говорим «верить», мы не хотим, чтобы вы слепо верили, тем более если вы новичок и еще недостаточно познакомились с нами и бизнесом. Как Нэнси говорит, задавать вопросы — это совсем не то же самое, что во всем сомневаться. Да, люди задают вопросы. Отлично. Мы хотим, чтобы вы задавали вопросы. Мы хотим, чтобы вы искали ответы на вопросы, которые вы не понимаете, которые вас смущают или пугают или еще что-то. Ну что, это хорошо. Так поступают лидеры. Нужно заткнуть все дворы, чтобы чувствовать себя уверенно, что на все вопросы, которые вас беспокоили, есть ответы. Но некоторые люди не просто спрашивают. Они сомневаются. Они подозрительны. И нужно отличать, когда человек скептичен, и ему нужны новые сведения, и когда он подозрителен, считая, что его пытаются провести или обмануть, или еще что-то. Это тоже касается веры. Но если ваша вера будет держаться на том, что вы видите, это не обязательно должно идти изнутри. Не обязательно. Когда вы предаетесь своей цели и просто работаете, вы будете поражены своей вере, когда будете подниматься на сцену, понимая, сколько людей так и не поднялись на сцену. Когда вы будете понимать, как вы не идеальны, когда будете квалифицироваться как управляющий лидер клуб, или серебряный, золотой, или платиновый, вы поймете, что нет никаких секретов. Я уже начинаю добиваться успеха, и все равно столько всего делаю неправильно. Я просто еще раз хочу напомнить вам, мы с Нэнси чувствуем то же самое. Каждый раз, когда я читаю книгу, я задаю себе вопрос, «Как же так?» Я столько лет прожил, столько был лидером, и мне все равно так многому нужно научиться из этих книг. Это меня поражает, это странно. Я, наверное, и сам смог бы написать книгу, но это не важно. Мне кажется, если я напишу книгу, прочитаю ее, я все равно научусь чему-то из нее, честное слово. Человеческий разум такой причудливый. Даже когда у тебя столько знаний, известны все факты. Неважно, сколько ты знаешь, ты все равно каждый день не будешь это делать. Или не будешь думать об этом, не будешь правильно применять. Все равно будешь сомневаться, кошмар какой-то. Итак, третье, что я записал, это тоже большая тема. Я это все подвел под отношения, общение, лидерство и все такое прочее. И просто еще раз хочу всем напомнить, что все дело в людях. Люди — это самое главное. Сколько бы мы ни говорили об этих навыках и о тех навыках, и о них нужно говорить. Все равно дело не просто в навыках, а в навыках с людьми. И не только в навыках с людьми, а в мотивации, которая стоит за навыками с людьми. Сердце, из которого идут навыки с людьми. Потому что навыки работы с людьми могут быть и просто манипулирования. Но мы же не хотим только манипулировать. Мы не хотим контролировать. Мы не хотим использовать людей. И мы не стараемся быть такими умными, что сможем продать им то, что им не нужно, и заставить делать то, что они делать не хотят, но делают и покупают только потому, что вы их заговорили. Мы говорим не о таких навыках работы с людьми, не о таких отношениях. Да, есть такие профессии, где, если вы профессионал, вы можете сделать так, что люди не поймут, что их обули, пока они не вернутся домой. И вы тоже могли бы так делать. Но просто на этом невозможно построить ничего досрочного. И вот, когда я это записывал, вот мне что дала Нэнси, кажется, вчера. Мне очень понравилось. В чем отличие между людьми? Не знаю, рассказывала ли она вам это или нет. Это отрывки из дневников кошки и собаки. Показывают, какими разными бывают люди так. 8 утра. Дневник собаки. 8 утра. Собачий кур. Мой любимый. 9.30 утра. Едем на машине. Обожаю кататься. 9.40. Прогулка по парку. Обожаю гулять. 10.30. Погладили и почесали за ухом. Красота. Полдень. Собачий корм. Мой любимый. Час дня. Играл во дворе. Обожаю играть. 3 часа. Виляю хвостом. Красота. 5 вечера. Дали косточку. Вкуснятина. 7 вечера. Играем в мяч. Обожаю мяч. 8 вечера. Смотрим телевизор с людьми. Класс. 11 вечера. Сплю на кровати. Класс. Это был собачий дневник. А теперь кошачий дневник. Шел 983 день в плену. Тюремщики продолжают издеваться надо мной при помощи странных предметов на веревочках. И единственное, что поддерживает меня, это мысли о побеге. Какой ужас. Прошу прощения, любителей кошек. Конечно, это верно не на 100%. Но, пожалуй, это более справедливо, чем мы готовы признать. Что-то в кошках есть такое, когда просто смотришь на них, чувствуешь осуждение. Может, хвостом так подергивает. Собаки нет. Собаки не такие. В нашем бизнесе есть и те, и другие. Нужно быть лидером и для тех, и других. Понять, как уживаться и с теми, и с другими. Поверить, что и кошка может стать бриллиантом. И многие кошки становятся бриллиантами. Разные характеры. Разные характеры. И, как я сказал, все люди разные, и нужно иметь это в виду. Типы личностей. Не буду вам читать целый семинар на эту тему. Если вы новенький, обратите на это внимание, потому что мы об этом говорим не каждую неделю. Об этом мы говорили, может, пару лет назад. И обратите внимание на книги о типах личности, и о языках любви, или любовь и уважение, и все подобные, о различиях между мужчинами и женщинами, различиями между различными типами личностей. Это же то же самое, что быть инженером и не знать алгебру. Есть вещи, которые нужно знать, чтобы быть лидером в этом бизнесе. И одна из таких вещей, мы сами не слишком давно это узнали, это то, что не все люди устроены точно так же, как вы или я. У нас разные мотивации, у нас разные страхи, у нас разные вкусы. Мы по-разному реагируем. Так что нужно понимать, что люди разные, очень разные. И с другой стороны, мы понимаем, что люди одинаковые. Другими словами, люди есть люди. И иногда мы забываем, что иногда нам нужно простое признание, уважение. В этом смысле мы одинаковые. Мне как раз припоминается забавная история. Дэйв и Джулс, и мы с Нэнси, постоянно удивляемся нашим сходством, особенно мы с Дэйвом, насколько похожи наши жены. Когда люди знакомятся с Джулс, они считают, что это дочь Нэнси, потому что ее сердце и характер так похожи. Как она умеет подбадривать и поддерживать. Я никогда не забыл, когда Дэйв и Джулс только начинали встречаться, она бегала вокруг этих ребят на футболе, на инвалидных колясках, и она полностью погружалась в этот мир, помогала им, обнимала их, относила в то лет, и делала все, что нужно делать. И, знаете, не так уж и много симпатичных 20-летних девушек, которые бы хотели иметь дело с инвалидами. Это не лучший из миров. Но для нее он был лучшим. Джулс, она такая. Просто она такой человек. К сожалению, не все мы от природы душевные, общительные и обаятельные. Я помню, как мы с Нэнси и Дэйв Джулс ходили на баскетбольный матч в Атланте. Играли Лейкерс из Лос-Анджелеса с нашей командой в Атланте. Игры НБА собирают по 20 тысяч зрителей, билеты очень дорогие, это большое событие. У нас были довольно дорогие билеты, и все равно мы сидели примерно на 20-м ряду. Я не помню, это был плей-офф или нет, но я помню, что мы ведь много лет жили в Калифорнии, и мы хорошо знали эту команду. Лейкерсы настоящие чемпионы. И Коби Брайан... Мы любим смотреть, как Коби Брайан играет в футбол. И, конечно, Дэйв, он никогда, наверное, до конца это не усвоит. Джулс смотрит на Дэйва и говорит, «Помнишь, Дэйв, я тебе говорила, что я знаю Коби». «Ну да, дорогая, да, конечно, ты знаешь Коби». «Нет, серьезно, я правда знаю Коби». «Милый, я правда знаю Коби». «Да, я помню, что ты знаешь Коби». «Где это вы с ним познакомились?» А когда ей было 18 или 19 лет, она тоже жила в Калифорнии, и, может быть, вы уже слышали ее историю, когда она только оправилась после аварии и начала думать, что ей делать с жизнью. Где-то год или два она работала официанткой в нескольких ресторанах в Южной Калифорнии. Вы можете себе представить, Джулс, которая уже увидела весь мир, бриллиант, бриллиант-основатель бизнеса, подносит людям бургеры и напитки? Да. И она говорит, что в одном ресторане в Ньюпорт-Бич, где я работала, в Коби приходил с женой и детьми, и часто получилось так, что я их обслуживала. Так что я знаю его. И Дэйв думает, какая милаха. Она думает, что Коби Брайан, человек, который зарабатывает сотни миллионов долларов в год, знает ее. Ну, конечно. И она говорит, знаешь, пойду-ка я спущусь вниз, поздороваюсь с ним. Как вы понимаете, на таких мероприятиях люди обычно не спускаются на площадку. Во-первых, билеты в первых рядах стоят тысяч по 10 долларов. Во-вторых, там стоит 100 тысяч охранников, которые не пускают фанатов к игрокам, чтобы тебе не шатались и не мешали. И большинство из игроков уже присытились славой. Они профессиональные спортсмены, да, они очень уважаемые. Они настоящие профессионалы, выдающиеся спортсмены. Но эти ребята супер богатые. Их постоянно преследуют папарацци. Они зарабатывают сотни миллионов долларов. Они летают на частных самолетах. Их личная жизнь постоянно на виду. И, пожалуй, последнее, что они хотели бы делать, это ходить и здороваться совсем подряд. Этим людям трудно подобраться. Даже их автографы могут стоить тысячи долларов, если вы добьетесь, чтобы они вам что-то подписали. Так что это довольно странный мир. Дэйв смотрит на Джулс, и она говорит, пойду с ним и поздороваюсь. Она идет вниз по лестнице. Дэйв держится немного позади и думает, ну, сейчас ты получишь со своей наивностью. Сейчас. Этот двух с половиной метровый баскетболист вспомнит маленькую официантку, которая пару раз подавала ему бургер в Южной Калифорнии. И вот Джулс подходит к охране. Этот охранник размахивает руками, не пускает ее. А Джулс пытается пройти, ну, думает Дэйв, сейчас они тебя проучат. Джулс наклоняется через ограждение. Коби смотрит на нее, и вдруг, что? Охранник отходит в сторону и пропускает Джулс на площадку. Они обнимаются, понимаете? А Дэйв думает, ну почему же я с ней не пошел? Просто похоже, что некоторые люди просто считают, что они другим нравятся. И такие люди просто не забываются, потому что они открытые, дающие и просто уверены в себе. Разве мы не к этому стремимся? Ведь стремимся же. Но я же говорю, что люди одинаковые. Вот тут этот огромный, богатый спортсмен и официантка. 20-летняя официантка. Но у них есть какой-то контакт. Конечно, в итоге выяснилось, что она действительно его знала. Она знала его детей. Она знала, что они будут заказывать. И даже свою небольшую работу официантки она делала профессионально. Она была внимательна к посетителям. Не потому, что он был знаменитостью, а потому, что он был обычный посетитель, она с ней познакомилась, узнала о нем побольше, и он тоже ее запомнил. Потому что она такой человек, которому ты искренне интересен. Таких не забывай. Это есть один из самых больших секретов успеха. Некоторые думают, что секрет успеха в правильной фамилии, или в том, чтобы найти нужного кандидата, начать в нужное время, или иметь более правильную верхнюю линию, которая будет больше помогать. Но знаете что? Люди держатся за Дэйва и Джулс, потому что Дэйв и Джулс относятся к людям так, что они чувствуют себя лучше. Они чувствуют, что в жизни, возможно, намного больше. Чувствуют, что они в надежных руках, что они не безразличны, что не знают, куда идут. И обычно именно благодаря таким вещам люди идут за вами. И дело не в том, какой вы умный, или богатый, или титулованный, или еще что-то. Все это имеет значение за пределами бизнеса. Но тут другой мир. Люди есть люди. И все они одинаковые. И одинаково хотят, чтобы их ценили, уважали, хорошо к ним относились и так далее. Еще я хотел обратить внимание на то, что люди на самом деле очень умные. И еще они очень наблюдательные. Я считаю, что лидерам нужно всегда помнить о том, что люди очень наблюдательны, и они будут замечать такие вещи, которые могут все испортить, или наоборот, все исправить. Все, что вы говорили. Понимаете меня? Они наблюдают. И чем большим лидером вы становитесь, тем больше вам нужно стараться быть настоящим, чтобы дела соответствовали вашим словам. Потому что если вы будете говорить одно, а делать другое, вы не сможете прятаться в этом бизнесе. Тут не получится все время оставаться за кулисами. Тут не получится выйти на сцену, произнести речь и уйти. Вы не можете появиться на открытом маркетинг-плане, а потом исчезнуть. Вы не можете просто провести вторую встречу и исчезнуть. Вас будут видеть во множестве ситуаций, где вы будете не так осторожны, и вас будут оценивать и рассматривать, решая, хотят ли они быть вам привержены, хотят ли они быть с вами близки, хотят ли они вам доверять, готовы ли они поделиться с вами своими страхами, своими мечтами, или они лучше будут держаться от вас подальше. И если бизнес у вас не растет, то отчасти это может быть от того, что вы забыли о том, что люди за вами наблюдают, что из-за вашего поведения впечатление о вас сложилось совсем не такое, как вы бы хотели. Не хочу никого пугать, но в Инвей у людей тоже может развиться комплекс звезды, что ты бриллиант или тройной звездочет, ты управляющий космонавт или еще кто-то там. Нам нужно быть осторожными, ведь это не значит, что мы лучше других. Это только значит, что в этом бизнесе вы достигли какого-то уровня и скорее всего прошли через какие-то испытания. И мы ведь, мы спонсируем не за возраст, мы спонсируем за мечты и амбиции, за готовность работать. Я надеюсь, что и об этом вы тоже не станете забывать. Просто знайте, что мы очень рады, что вы провели с нами эти несколько дней, потому что мы знаем, что вы будете делать с этой информацией в ближайшие несколько месяцев.